Португалия, Лиссабон, и сейчас мы находимся напротив башни Белем. Она находится на речке Тежо, и здесь такой, его трудно пройти, огроменный просто музейный комплекс. На соседней бешеная очередь, поэтому мы попробуем сегодня отстоять очередь примерно 40-минутную, которая идет в музей археологии. Стоимость посещения музея археологии 5 евро. Но сейчас, собственно говоря, зайдем в музей и посмотрим, что там внутри, и стоит ли вам его посещать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, входим мы в ход в музей археологии. Почему я думаю, нужно авансом зайти и посетить его, я объясню. Потому что всегда португалы были колониальной страной. Я думаю, что они натащили не меньше, чем французы. То есть, если мы были во Франции, могли видеть там, сколько всего наперли они, то эти ребята, во-первых, здесь не было войны, и здесь все артефакты, разумеется, в хорошем состоянии. А во-вторых, то, что они путешествовали по всему миру и разграбляя там множество народ, могли сюда навезти, это можно только догадываться. Поэтому я думаю, что есть смысл, в любом случае, авансом говорю, посетить этот музей. Стоимость, конечно же, она очень приятная, в отличие от других стран, всего-навсего 6 евро. Я думаю, что есть смысл. В первом зале преимущество раскопки, то есть, это черепки людей, черепки посуды и разные-разные утвари, которые есть. Наверное, интересно, почему нет, но не воодушевляю. Какие плюсы я увидел в музее археологии, в первом зале, в том, что, если, допустим, здесь лето и жарко, здесь довольно прохладненько, и мне очень нравятся готические потолки. Они здесь в хорошем состоянии. Ну и археология, это просто как дополнение. То есть, мне больше нравится архитектура, нежели археология, хотя одно другому не вредит. Так, здесь интересное заведение, здесь есть золото, и в музее золота нельзя ни фото, ни видео, ничего абсолютно. Поэтому мы зашли в музей золото, да, впечатляет, коллекция богатая, но снимать там дни нельзя. Это уже придется вам самостоятельно посещать его и смотреть. А здесь у нас что-то другое, я сейчас покажу. В доме должен был быть маленький свой алтарь, то есть, вот они здесь предоставлены. То есть, утварь была не богата у каждого человека, но маленький алтарь, где он мог поклониться, у него должен был. Кстати, эти алтари были походными, например, для солдат. Когда он уходил из дома, он брал с собой маленький алтарь и с ним воевал, а по вечерам молился. Вот, на них ставили статуэтки тех богов, которым поклонялись, и это вот алтарики для этих богов. Вот тоже интересная тема бронза. Бронза мне уже как бы нравится. Смотрите, какая скульптура бронзовая. Вот это действительно работа тонкая, связанная с железом. Здесь мы видим гранитового мужичка с отбитым достоинством. И за ним там женщина с изуродованным лицом почему-то. Ну, конечно же, как без подвигов Геракла, все мы про них знаем. И данное мозаичное полотно, оно выполнено из камня, и она рассказывает про один из подвигов Геракла. Понятно, что кто-то попытался память об этом пара не стереть, но до археологов она как бы дошла. Ну, конечно же, Геракл – это такой более-менее известный эпос. И здесь его очередной подвиг и полно более сохранившаяся мозаичка. Очень прикольно выглядели. Далее у нас идет вот такая штука. Это тоже алтарная часть. То есть в богатых домах у них не надо было маленькие алтарики. У них они выглядели более большими. Понятно, здесь труда больше, и не каждая семья в свое время могла позволить себе такой домашний алтарь. Здесь он представлен. Здесь тоже интересное полотно. Здесь размещен Аполлон и Дионис. Вот у них лица, кстати, сохранились. Все остальные конечности, видимо, указывающие на их подвиги, увы, не сохранились. Что интересно, что само Панно, оно фактически было выполнено с полимерного бетона. То есть многие же говорят, как строились, например, пирамиды. Ну, смотрите, сколько полотно это лет. Я думаю, что она примерно возраста пирамид. И тогда уже кое-кто знал о полимерном бетоне. Вот там и доказательства. Смотрите, здесь мы можем видеть как бы бронзовое литье, статуэтка второй век нашей эры. И вот это полотно, которое рассказывает о жизни, это просто обычная семейная сцена. И это второй век до нашей эры. Статуэтка второй век до нашей эры. Просто посмотреть на качество этих работ, это, конечно же, что-то с чем-то. Как можно было в те времена делать такой улыбник? В те времена не только делали статуэтки, как вы догадались, но и делали изделия из стекла, стеклодулы и гончарные изделия. В наше время немногие повторят и сделают нечто подобное с нашими технологиями. И так ли? В этой части экспозиции надгробные плиты и саргофаги умерших. Не зря я говорил о полимерных бетонах, и мы плавно от второго века нашей эры заходим в египетскую зону. И теперь будем точно так же песочить египетские вещи. То есть моя версия, 15 раз повторяю, что пирамиды были построены путем монтажа обычной опалубки и заливкой полимерных бетонов. Когда снимаешь опалубку, у вас есть фактически день для идеальной вышлифовки этих вещей. Так что там нет никакого секрета египетских пирамид. Он очень прост. И в каждом конце земли кусочек можно это видеть и прорисовку эту читать. Смотрите, это маленькие поминальные статуэтки богов. И эти боги, фараоны, мы вот можем видеть здесь коллекцию, которую приставив одну к одному, можно понимать, что это было отлито одной формой. То есть я вижу структуру литья, а не структуру ручной работы. Потому что ручная работа, она не позволяет копировать идеальные вещи. Понимаете? А литьем, сделав форму, это сделать наиболее просто можно. Вот смотрите, какая огромная коллекция. И вы, может быть, ее не видите, а я вижу прям копию вещей, которые один в один. Как будто бы их сделали вчера, отлили копию. Ну, один из многочисленных саркофагов, привезенных из Египта. Мы знаем, после того, как Картер, один из мошенников, ну, конечно же, археолог, не мошенник, после того, как он вскрывал гробницы, фактически он их разворовал и распродавал по всему миру. То есть технология разрыть мумию и продать ее куда-нибудь, кому-нибудь, для частной коллекции, она была просто поставлена на поток. Если бы это был настоящий археолог, он бы такие вещи, наверное, бы пресек и каким-то образом спрятал. Но поскольку у него был истинный американский дух, кладоискательство, то там не пахло археологией, а скорее это были элементы черной археологии. Поэтому, благодаря господину Картеру, в Португалии оказалась вот такая вот мумия с саркофагом. Ну, смотрите, вот табличка о том, что здесь нельзя фотографировать и снимать. Но, опять же, я говорю, если артефакты здесь лежат в таком открытом доступе, то они охраняются плохо. Видите, можно ходить в таких вот местах, снимать, трогать и так далее. Ну, это может быть и хорошо. Значит, смотрите, здесь лежит мумия. А чья это мумия? Сейчас. Здесь есть вариант, как она упаковывалась. Дальше она вот в такой, как он правильно назывался. Ну-ка, проверзайте меня, если вдруг у меня снесло в очередной раз башню. Смотрите, здесь у нас есть бронзовое литье египетское. Значит, у египтян был отделочный инструмент. То есть из этого металла можно было слить какой-то состав, который вполне мог точить камень. Если нет, что скорее всего, потому что это все-таки не тот немножко инструмент, не тот все-таки металл. То самое подходящее, что могло быть, это, например, их искусство заворачивать мумию. То есть если мы посмотрим, как они заплетали мумии, то они вполне возможно могли сплести, например, что-то похожее вместо смазки в опалубку. Теперь я заговорил про опалубку. Обратите внимание, за моей спиной, ведь это саркофаг фраона. Разве это не является опалубкой? Вот посмотрите, как искусственно, без гвоздя была сделана опалубка. То есть, судя и глядя на этот саркофаг, я как строитель могу сказать, браво, ребята могли делать опалубку. Если они могли делать опалубку, значит в опалубку они могли вставлять нечто похожее, тканное. То есть, может быть, у них не было настолько технологии ума смазывать эту опалубку, чтобы многоразово ее использовать. Потому что дерево все-таки в Египте это проблема, согласны, да? Значит, моя версия такая, что они брали эту опалубку, вложили какой-то материал, наподобие того, что мы видим сейчас. То есть, это могло быть какое-то дерево, которое они плели. Он вставлял все в опалубку, и таким образом они заливали бетон. А свойства полимерного бетона, о котором мы уже говорили, можно много раз рассказывать. То есть, тут мы видели статуэтки, которые вылиты из полимерного бетона. У них была смесь, они знали, в каких пропорциях мешать. Например, сейчас у нас начали рассказывать о каком-то вулканическом пепле, который, добавляя в состав цемента с песком, ну, точнее, цемента еще не было изобретено, но вулканический пепел, допустим, смешанный вместе с песком, он придает такой прочный высокий бетон, который, как ты не заливай, у тебя есть первые сутки для доработки его, для дошлифовки его. То есть, саму технологию, если уж ей заняться, в деталях можно было придумывать, это не такой сложный процесс. Ну, вот примерно, гуляя по другим странам, не в Египте, в Египте, в Англии, с курсоводом будут говорить совершенно другие вещи, вы можете эти вещи распознавать. Люди, умевшие лить так, простую форму куба и камня, они уж точно смогли бы отлить. Здесь, что я разглядел, это шикарная колонна, которая имеет такой необычайный блеск. То есть, я не знаю, что там добавлено было, но это не природный камень, это тот самый полимерный бетон, как я утверждаю, моя интерпретация, и современные материалы могут быть такими. Там просто был подмешан в этот бетон какой-либо из минералов, который придает такой блеск. И это опять одна из версий, как были сделаны пирамиды. Я все время буду повторять эту версию, что пирамиды не были сделаны путем выдалбленного блока. Это была опалуботная часть, и был залит какой-то из вариантов бетона. И мне кажется, что я вот в этом археологическом музее наблюдаю именно этот эффект. То есть, смотрите, наверняка здесь есть бетончики, которыми я могу смотреть. Вот я хочу сказать про вот эту часть. Человек-рещик, который выбивает вот эту часть резцом, он вот так вряд ли бы скосячил. А когда мы ставим опалубку и эту опалубку разбираем, при плохой вибрации такие вещи очень часто бывают. Соответственно, мы понимаем, что это второй век до нашей эры, и люди на вот эти вот неровности, на эти искажения, ну, не всегда как бы придавали им значение. Поэтому я вижу, вот, не знаю, что это за минерал, но он очень поблескивает. Я думаю, что эта колонна очень блестела на солнце, и именно благодаря этому он туда и был залит. Не исключено, что это какие-то части, допустим, серебра или еще чего-либо. Но это очень эффектно. То же самое вот эта штука, я вот больше чем уверен, что если бы это было сделано путем резца, то грани бы были более четкие. О чем говорит такая пологая штука? О том, что это было вылеплено из глины, и если бы она была бы более острая, она бы пропечатывалась и осталась бы вниз. Это было сделано с мягкого материала. Бетон, когда сдавливает его, все-таки глыба имея 50-60 сантиметров, эти грани, разумеется, расплываются. Предположим, это было сделано с мыла или еще с какого-то похожего компонента. И поэтому выглядит это таким образом. Вот именно эти полукруглые грани говорят именно об этом. Это больше уже не к строителям, а к лепщикам. Когда лепщики лепят что-то подобное, они понимают, почему здесь нет четкой грани. И это именно не ветреная ветром, а именно производственная текстура. Это мое субъективное мнение. Это я вот так думал. Смотрите, здесь большое количество артефактов, на которые можно положить руки, до которых можно дотронуться. И что наводит на мысль, это все было сделано во II веке до нашей эры. Вот смотрите, вот этот вот саркофаг, это литье. Это фактически технология первого полимерного бетона. Он не выдавлен из живой единой массы, он вылит. И если можно было лить такие саркофаги, то почему бы нельзя было отлить ту же самые блоки для пирамид? То есть мы же все не знаем, как это было сделано. Для нас же это большая загадка. Путеводители ведь именно об этом говорят, не так ли? И вот эти самые камни, это тоже фактически большинство из них это литье. Это моя интерпретация. Я это вижу как строитель. И мало того, что, например, если мы берем вот этот блок, то с одной стороны мы видим его монолитность, а с другой просматривается, что внутри его находится наполнение кирпича. То есть вылить полноценный блок было очень трудно данному человеку. И он его делал, например, частями. Вот как простой вариант. Это моя интерпретация. Не факт, что это так есть, но я как строитель тоже пытаюсь для себя открыть секрет мастерства пирамид. Как же пирамиды были сделаны? И в отличие от пирамид, меня, например, не пускают потрогать эти блоки, посмотреть, поковырять. А здесь это возможно. Вот беспечность португальцев вот именно в этом. Я могу нечаянно сейчас толкнуть любой из этих артефактов. И человечество фактически его потеряет. Не знаю, почему элементарно нельзя было отделить какой-то веревочкой или пьедесталом, что это трогать и ходить нельзя. Абсолютно все это трогается. Ходите и смотрите. С одной стороны, если вы цивилизованный турист, то для вас это безусловно огромный плюс. С другой стороны, это большой риск. Вот смотрите, есть такие мельчайшие детали. Например, вот эта голова, которую могу прямо пошевелить. Видите, как шевелится? Или вот эта замечательная статуэтка. Они все являются оригинальными. Ну, прикольный музей, но опять же, если вы молодой человек или семейная пара в возрасте 30-40 лет, по моим наблюдениям, это основная клиентура, которая идет в этот музей. Либо у вас должен быть ребенок в возрасте 12-15 лет. Если кто-либо помладше, то не очень интересно, и вы просто потеряете время. Я думаю, эти советы были для вас не лишние. И то, что мы вам здесь показали, это тоже интересно. Не во всех экспозициях разрешено снимать. В принципе, здесь есть что посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok